В мае следующего года исполнится 150 лет со дня рождения писательницы Надежды Лохвицкой, более известной как Тэйфи. На рубеже 19-20 веков ее юмористические рассказы были признаны многими мастерами слова. Да и сейчас произведения Тэйфи не теряют своей актуальности. В них каждый может увидеть себя. Темы, которые она затрагивает, легко можно будет потом использовать в написании итогового сочинения, потому что сейчас практикуют такие общие темы. Нужно ли помогать человеку, попавшему в беду, или как осилить дорогу идущей, или цивилизация технологий, этого года тема. Что будет через два года непонятно, но в любом случае это расширяет кругозор детей, их багаж. В рамках проекта «Читаем вслух» девятиклассники школ города читали перед микрофоном рассказы «Экзамен», о русском языке, «Мой первый Толстой» и другие. Каждый ученик ответственно подошел к представлению своего фрагмента. Тексты прозвучали выразительно и артистично, а творчество Тэйфи никого не оставило равнодушным. Мне очень запомнились произведения этого автора. Больше всего мне запомнилось как раз-таки произведение, которое читалось почти в самом начале, называлось «Экзамен». Летом я сама читала рассказ, который называется «Замен по политике», его тоже написала Тэйфи. Она пишет очень интересные рассказы, которые и правда нам могут помочь в разных делах, например, при написании каких-то работ, сочинений. Довольно-таки интересно послушать их чтение и интонацию рассказа, потому что каждый человек понимает произведение по-своему и поэтому читает по-разному. Следующая встреча проекта «Читаем вслух» запланирована на 14 декабря. Ученики шестых классов прочитают фрагменты книги Алана Милна, Кристофер Робин и «Все-все-все, когда мы были маленькими». Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.